Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы вновь встречаемся с вами в нашей студии СГУ-ТВ. С вами я, писатель Александр Владимиров. И мы продолжаем рассматривать те проблемы, которые были затронуты в первой передаче. Снова с нами наш гость Сергей Владимирович Светков. Я напомню просто нашим телезрителям, что Сергей Владимирович, он историк, философ, социолог и публицист. Сергей Владимирович, вот исходя из тех моментов, которые мы затронули в прошлой передаче, а я напомню только нашим телезрителям, что Сергей Владимирович рассказал очень много интересного из дореволюционного опыта именно системы преподавания, системы приобщения к чтению. Мы можем, наверное, сказать и о том, что советский опыт преподавания и приобщения к чтению, и преподавания литературы, и опыт приобщения грамотности, он во многом был основан на дореволюционном. Ну, например, мы раньше в учебниках истории с гордостью говорили, что в 1937 году мы перешли, у нас произошла культурная революция, у нас стала совершенно грамотная страна. Ну, действительно, шаг был сделан колоссальнейший благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину. Но надо сказать, что вот этот опыт, Сталин же взял его не на пустом месте. Мы говорим, что в 1922 году по реформам государя Николая II уже предполагалась ликвидация безграмотности. То есть не с нуля было, как вот нам пытались внушить, то есть, опять же, не отрицая заслуг. Наоборот, да, это была колоссальнейшая заслуга, что в 1937 году страна стала страной всеобщей грамотности. Но она же была уже на базе, на каком-то, уже был толчок. Так? Ну, конечно, мы должны прямо и открыто говорить, что практически учителя первых советских школ, это были учителя, которые получили еще классическое образование в университетах. Ведь тогда же не было педагогических институтов. Вернее, нет, первые педагогические институты появились, ну, буквально там в начале 20 века. В 1910 году, вы по-моему, да? Да, да, да. А так это были просто-напросто преподаватели, которые заканчивали классические университеты, там, московский, санкт-петербургский, там, новороссийский, который сейчас стал одесский, там, или казанский университет, да, то есть это... И в этом отношении люди получали добротное классическое образование и становились преподавателем. Мы ведь не должны забывать и о том, что, с одной стороны, да, табель о рангах сковывала какие-то определенные отношения между людьми, но, с другой стороны, она и позволяла создавать стабильность определенную. Мы не должны это забывать. Вот формально человек остается учителем. Ну, он знает прекрасно, что каждые, там, 2-3 года у него меняется классность его, да, то есть, и в соответствии с этим он как был учителем, так он и остается. Ну, у него увеличивается заработная плата, у него увеличивается, скажем так, пенсионное накопление, как сейчас это принято говорить. И в итоге, когда человек отрабатывал, там, 15-20 лет в школе, он уходил на пенсию в чине, ну, скажем так, если на военные, там, подполковника, полковника, майора, да, то есть, и получал соответствующую пенсию, которая позволяла, соответственно, в общем-то, безбедно существовать всей семье. И человек не задумался. Престиж учителя был очень, ведь, высок. Во-первых, не надо забывать, что отношение к учителю было достаточно очень уважительное. Это были первые люди, обычно, если это был небольшой город, уездного городка, да, то есть, это была культурная элита городская, да, то есть, я не говорю про Москву, Санкт-Петербург, там, Казань, там, Екатеринбург, ну, такие крупные города. А профессор университета, вообще, когда он ехал, Барин, говорит, ехали, Клавянский? Ну, естественно, профессор университета, во-первых, это было действительно, это было, их, во-первых, было единицы, то есть, до профессора дослужиться, то есть, это надо было быть специалистом в своей области. Ведь весь вопрос в том, что учителя, тот же самый Дмитрий Иванович Менделеев, мы не должны забывать, он был простым учителем сначала в гимназии, да, то есть, в женской гимназии, вот. А при всем при том, он занимался и своей любимой химией, и как раз именно еще первые свои наиболее, в общем-то, выдающиеся научные труды, я говорю, во-первых, он написал, будучи обыкновенным учителем. И тот же самый Циолковский, космологию, в общем-то, практически современную, он тоже был учителем астрономии и физики в школе. Сейчас это звучит как-то немножко даже дико, да, вроде бы? Ну, в принципе, да. А, кстати, философ Василий Васильевич Розанов тоже самое преподавал в гимназии. Это был, кстати, не, как сейчас вот говорят, у монеты Девпет, да, то есть, это, это были уважаемые люди, это были уважаемые люди, в общем-то, и с хорошим классическим образованием, и они составляли, в общем-то, действительно элиту общества. И вот этот вот круг людей, с кем они общались, то есть, и ученики-то всегда тянутся за учителем, да, то есть, это, и, естественно, наиболее способные потом превосходят своих учителей. Но важно-то в том, что какой уровень был подготовки у этих учителей. Сейчас, к сожалению, у нас проблема современной школы и чтение очень часто упирается в проблему некачественных педагогов в наших школах. Даже в Москве, вот я просто-напросто знаю, я не хочу говорить, что во всех, но во многих школах учителя приезжают из даже других республик, по-русски-то плохо говорят, а к какому опыте чтения, эта проблема-то очень важна, и мы не должны сбрасывать со счетов. Все дело в том, что коренные русские, да, которые составляют 82% населения как бы страны в целом, а в европейской части России, в общем-то, этот процент доходит до 90%, там, 95% во многих областях, да, то есть, ну, не идут в школу преподавать за счет того, что вот этот вот учитель был, проблема его, да, то есть, не учитывались, и зарплата была мизерная, плюс к всему непосредственно, ну, кто шел в школу, те, кто не мог в жизни как бы нормально пристроиться. Я вам даже больше скажу, в 90-е годы мне рассказывали не то, что в школу, а в вузах, вузы, нет, там, помните, когда был период... Ну, я сам бросил, кстати. Да, были проблемы с зарплатой, вот нет специалистов, кого приезжает муж, скажем, гастарбайтер, там, строит что-то, а жена приехала откуда-нибудь, там, не знаю, из Молдавии или откуда еще, она учит, там, в вузах преподает, скажем, русский язык в вузах. Это я знаю такие примеры. Ну, это... Вы знаете, это примерно уровень, да. Да, это крайность, конечно, но весь вопрос в том, что я сам был вынужден уйти с преподавательской работы, хотя я закончил Московский государственный университет, да, то есть, вот, в связи просто-напросто с нищенской зарплатой тогда, сейчас хоть гранты какие-то есть, да, то есть, там, всякие научно-технические, как бы, НИРа там и прочее. А вот в 90-е, в конце 80-х, в начале 90-х годов вообще этого ничего не было. То есть, голая зарплата, ну... И то не вовремя. И то не вовремя, да, а если у людей семья за плечами, то есть, мужчина все-таки ответственный, нормальный человек за свою семью, и, соответственно, в общем-то, он не может, как бы, нищенское существование своей семьи, как бы... Ну, да. Я вынужден был уйти. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот такой момент. Мы говорим о дореволюционном опыте приобщения людей к чтению. А вот как приобщали людей именно к хорошему чтению, к хорошей литературе? Были ли какие-то... была ли какая-то методика, какие-то... какая-то система? Нет. Мне кажется, что вот такой специальной методики не было. Во всяком случае, я как бы не знаю. Но само по себе вот это вот культурное общество, которое было, да, то есть... Оно вырабатывало круг общения, да, то есть, это вот в Англии система там джентльменства, да, то есть, это... А во Франции джентильон, то есть, это... Ну, то же самое, это джентльмен, это калька с французского джентильон, то есть... А в России просто порядочный человек, да, хороший человек, да, вот. И круг общения, да, то есть, если человек не владел там иностранными языками, да, чтобы владеть иностранными языками, надо читать, то есть, соответственно, да, то есть, надо знать, соответственно, историю, литературу той страны. А в России точно так же ведь было, как обсуждение на дому происходило, а потом собирались люди там в дворянском собрании или там где-то в купеческом клубе и говорили там, я прочитал такое-то, и были литературные споры, ведь среди тех же самых купцов были великолепные писатели, Гончаров тот же самый, вот, и... А Ребушинский, например, финансировал Золотой Руно журнал, да, и спорил, кстати, с литераторами, причем спорил не потому, что он финансировал, а потому, что это был действительно грамотный, знающий человек, они спорили о вопросах искусства, о развитии искусства, о тенденции. А понимаете, в чем дело, у этих людей, даже в конторах служили люди грамотные, понимаете, то есть не просто там какой-то там два-три класса образования, там и он корялой ручкой там какие-то ведет бухгалтерские дела. Да нет, что вы, тот же самый Ребушинский говорил так, что у меня в конторе работают люди, сарбоны закончили, а его спрашивают, а зачем, у нас в своих университетах учатся, а он говорит, так это мой престиж, что у меня такие специалисты работают, понимаете, то есть вот это вот культурное общение доставляло людям просто-напросто радость общения между собой, то есть когда люди были грамотные, культурные, понимаете, и попасть-то в круг вот этих людей можно было только через свои личные знания, понимаете, то есть свой опыт, свои умения, а это прежде всего все подчерпывалось из книг, и если человек, как говорится, был малограмотный, то он никогда не поднимался высоко. Взять хотя бы даже вот классический пример Елисеева, да, сам он был обыкновенный крестьянин, но все его дети уже были людьми, которые получили прекрасное образование, и последующие как бы поколения Елисеевых, это были просто очень образованные люди, и когда один из Елисеевых после революции эмигрировал во Франции, он во Франции оказался таким же блестящим предпринимателем и образовавшим человеком, при всем при том он и читал лекции во Франции, и был еще и предпринимателем, помимо всего прочего, то есть вот уровень русского ученого и просто культурного человека был очень высокий. Кстати, обратите внимание, вот когда после октябрьских событий огромное количество русской интеллигенции уехало за рубеж, то действительно ведь они стали элитой в тех странах, куда эмигрировали. Ну, сначала как бы нет, а по мере, в общем-то, как бы... Интеграции. Интеграции, да, да. Ну, сначала, конечно, надо какое-то время адаптироваться. Адаптироваться, да, и в итоге, скажем так, весь мир современной моды построен, в общем-то, на тех позициях, которые были выработаны именно русской эмиграцией. Мы не должны забывать, мы говорим, ох, уровень сервиса, обслуживания. А ведь этот уровень сервиса и обслуживания, который вот, ну, сейчас многие бывают за границей, видят. Ну, да. Это же был уровень сервиса и обслуживания, тот, который был до революции. Да, в России. То есть это привили во всем мире хороший вкус. Именно русские, когда появились. Ведь удивительная вещь, лучшие французские, там, скажем так, рестораны или магазины именно оформляли, да и, в общем-то, идеологию как бы вырабатывали именно русские. А это откуда идет? Это именно от чтения, от уровня образования, который получали до революции. Кстати, известный французский политик Жан-Мари Лапен, ну, он считается таким вроде ультра-националистом, все. Но он сказал, говорит, я обожаю Россию, обожаю русскую культуру, обожаю русский народ, потому что русские мигранты столько сделали для Франции. Вот вам и ультра-националист. Да нет, ну а что тут далеко ходить-то, скажем так, та же самая Кандализа, которая возглавляет госдеп США. Уже сейчас не будет. Ну, сейчас-то да, но она до сих пор еще как бы хромая утка. Да, ну да. Ну да, но во всяком случае, она же специалист по Достоевскому. И тут недавно был, показали так вскользь заседание Европарламента, вот, и от разных рас страны, члены Европарламента вдруг встают и совершенно спокойно, свободно говорят на русском языке. И вот меня это как раз порадовало, потому что элита тех стран, она понимает, что Россия это прежде всего высокий уровень, задает в мире стандарты образования, и это до сих пор так. Мы не должны забывать вообще крылатую фразу канцлера Германии Бисмарка, который сказал, что войну выиграл немецкий учитель прежде всего, а русское классическое образование, оно как раз именно было построено, в общем-то, по хорошему счету, на простой системе образования. Мы взяли все оттуда лучшее, взяли, добавили классическое образование свое и классическое образование греческое, да, то есть и итальянское латынь, да, и то есть и получился такой уровень образования, который, ну, мы, в принципе, это прекрасно понимаем, что сопромат это вообще-то русская система такая, то есть это и по учебникам сопромата до сих пор занимаются по-русским, которые, ну, то есть они переведены, естественно, на... То есть мы работали на синтезе, что совершенно правильно, то есть отовсюду брали самое хорошее, но не забывали и свое, и развивали свое. Вот, кстати, я думаю, что в советский период именно на каком-то этапе, мы говорили, у нас было великолепное образование, а на каком-то оно забуксовало. Почему? Потому что, да, использовались вот эти старые традиции, да, а потом, ну, надо же их тоже развивать, а то традиции не развиваются, нового нет, да? Здесь, понимаете, в чем дело, здесь учителя и сама советская школа стала заложником идеологических каких-то клише и штампов, которые, в общем-то, ограничивали и уровень подготовки, и уровень образования в школах. Ведь все прекрасно понимали, почему у нас пошел провал образования именно, в общем-то, именно из советской системы образования, да, по одной простой причине. Не нужны были умные думающие люди, потому что это было не надо советской системе, поэтому, в общем-то, советская система и рухнула. То есть, что люди отторгали вот эти идеологические клише, а раз они их отторгали, то они были нежизненные. Даже когда изучали классическую литературу, например, литературу 19 века, то каждому герою давали не то, как было на самом деле, не то, как задумывал автор, а давали так, как это было. Идеологически такое определенное средство. Да, идеологический момент. Вот я часто привожу пример. Герой нашего времени, да, Михаила Юрьевича Лермонтова, ведь это же, ну, скажем так, самое такое промонархистское произведение, да, то есть, он показывает, что вот гибнет талантливейший человек, хотя он мог бы служить царю и отечеству, а у нас же сделали из него чуть ли не революционера. Какой-то революционер разночинцы. Какой-то революционер, да лампочки, извините за нелитературный термин, печори, но более-то революционер, он не думал об этом. Революционерская дочка Александра Сергеевича Пушкина, ведь то же самое, то есть, это, ведь чем заканчивается-то страшен бессмысленный и жестокий русский бунт, когда чужая жизнь копейка и своя, Пятачук, вот именно гениально, вот одной фразой он показал, вот бессмысленность всех этих бунтарей и прочее, то есть, это... Сергей Владимирович, но есть все-таки один момент, о котором бы я хотел сказать. И, как мне кажется, был некоторый и серьезный негатив, и в старое время, вот дореволюционное, я прежде всего что имею в виду? Вот возьмем судьбу такого гениальнейшего русского поэта, писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. Ведь он так и не был востребован своим временем, то есть, о Лермонтове узнали где-то лет через 50 после его смерти, после его трагической гибели, и такие же были помимо Лермонтова. Вот чем это связано? А это связано, прежде всего, с тем, что Михаил Юрьевич Лермонтов был самодостаточный человек, ведь практически все его стихи, это были стихи не для печати, не на продажу, а это стихи в стол были. Посвящались знакомым, друзьям, сослуживцам, да, то есть, это как бы тем местам, где он служил, ему не требовалось, как большинство современных писателей, на продажу это все выставлять. И он поэтому, в общем-то, писал для себя, по большому счету. Да, он был известен, но весь вопрос в том, что он не был востребован книготорговцами. Вот еще вот это вот надо понять, что как бы его не понимали, его не воспринимали, да, а потом, когда стихи вот стали уже ходить по спискам в больших количествах, когда увидели, что это выдающийся, это в философском отношении, может быть, он более гениальный, чем Пушкин, да, то есть, это осмысление. Ну, я думаю, тут они оба гений. Нет, ну, Пушкин это такой искрометный, это как шампанское все равно, вот бурлит, да. Я обожаю Пушкин. Пушкин это основатель экзистенциализма, да, то есть, именно с него пошло это философское течение, да, то есть, это... А что тут говорить-то? Ну, вот возвращаясь к Лермонтову, ведь, да, конечно, можно сказать, что это был самодостаточный человек, плюс еще человек, который не стремился издаваться, но все-таки момент его должны были заметить. Ну, ладно, Лермонтов, может быть... Не, ну, все дело в том, что если Федор Михайлович Достоевский жил только литературным трудом, он, естественно, дневник писателя организовал, тот, который практически, это как вот сейчас живой журнал в интернете, да, то есть, он каждую неделю издавал какую-то небольшую такую тетрадочку, да, то есть, дневничок, вот, то... Ну, и Достоевский только за счет этого и существовал, то Лермонтову это не надо, у него было имение, которое... Ну, да, да. То есть, поэтому, в общем-то, и Пушкин, кстати, почему был такой, как говорится, писатель очень полдоветый, да, потому... За счет того, что он жил литературным трудом все-таки, потому что имение ему дохода не приносили, наоборот, в убытках находились постоянно. Но, конечно, мы, я думаю, что мы вряд ли бы увидели в прошлом веке, точнее говоря, уже даже в позапрошлом веке, в 19-м, такую картину, что поднимали бы на счет таких вот писателей, которых поднимают сейчас, то есть, просто открыто антинравственных таких позиций. Все дело в том, что, к сожалению, вот это вот издательское дело, оно не сейчас, а может быть, это и хорошо, не курироваться государством практически, это сейчас отдан на откуп, ну, практически капиталу. Но, с другой стороны, в конечном итоге, если в базовой такой системе, как школа, государство будет стоять твердо на ногах, то я думаю, что вот эта антинравственная литература, она будет очень такая локальная и не будет иметь широкого распространения. Спасибо большое. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, на сегодня мы попрощаемся. До следующих встреч. Всего вам доброго. До свидания.